Ни один спортсмен не должен быть отстранен от международных соревнований только из-за своего паспорта. С таким заявлением выступил Международный Олимпийский комитет, рекомендовав допустить российских и белорусских атлетов до участия в следующей Олимпиаде 2024 года в Париже. Главные условия для этого – они должны будут выступать в нейтральном статусе и не поддерживали войну в Украине, которая ведет Россия. Только спортсмены, полностью соблюдающие Олимпийскую хартию, могут участвовать в соревнованиях. Это означает, что, во-первых, соревноваться могут только те, кто не выступал против миротворческой миссии и мог, активно поддерживая войну в Украине. Во-вторых, только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения. В Украине возможный допуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. МОК пренебрегает военными преступлениями России, утверждая, что ни одному спортсмену нельзя запрещать соревноваться только из-за паспорта, тогда как Россия продолжает убивать украинских спортсменов из-за их паспортов. Я призываю всех спортсменов высказать свою позицию. Ранее на этой неделе против участия российских спортсменов в Олимпиаде в Париже, которая пройдет в 2024 году, выступил и президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что им там не место. При этом в Олимпийском комитете России предложение МОК также раскритиковали. Мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов. И снова предлагаются нам как условия возвращения на международную арену. Спортивные эксперты, в свою очередь, считают, что предложение МОК не подтолкнет спортсменов из России и Беларуси начать массово высказываться против войны. И мы давно уже знаем, что Россия уже не первый год выступает на Олимпиаде в Париже и Беларуси, но мы давно уже знаем, что идти в полу-мир по отношению к россиянам никакого акса влаги. Это вызывает только очередную волну пропаганды, потому что наши ребята и семья в Санкт-Петербурге, которые приступают в их отношениях, продолжают защищать честь Родина. И даже если спортсменов из России и Беларуси попросят выстрелить заявление о существующем войне, то все прекрасно знают, что это заявление будет сделано для проформы, оно будет максимально обтекаемым. Некоторые российские спортсмены еще в начале войны продемонстрировали свое отношение по поводу агрессии России в Украине. Одни, как, например, гимнастка Дина Аверина, пловец Евгений Рылов и лыжник Александр Большунов, поддержали атаку на суверенное государство, посетив митинг с участием Бутина в марте прошлого года в Лужниках. Другие спортсмены, среди них теннисист Андрей Рублев, теннисистка Дарья Касаткина и футболистка Надежда Карпова, выступили публично против агрессии.